Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Поздравляем вас с новым 2023 годом! Желаем добра, радости, здоровья, а еще быть постоянными телезрителями нашей программы. Из нее вы узнаете обо всем на свете. Например... Ой, о чем мы только мне не рассказывали. А Новый год мы тоже уже изучили под микроскопом. Поэтому сегодня мы будем отдыхать и поднимать вам настроение. Ты что, у нас же познавательная телепрограмма, а не золотой граммофон. Ничего страшного, если сегодня мы не расскажем про интегралы, виды абразивов и генезис. Кстати, анонсов шифровок тоже не будет. А как же сюжеты? Будут. Причем предпраздничные. Ведь скоро 13 января, старый Новый год. А, точно. Но повышать настроение нужно тоже уметь. Будем читать стихи, петь песни, водить хороводы или рассказывать анекдоты. Нет. Ну, мы что-нибудь придумаем, пока не закончится первый сюжет. Тест новогодний. В России в 12 километрах от города Великий Устюг в сказочной вотчине живет главный волшебник страны – Дед Мороз. Сами понимаете, самая горячая пора у него, конечно, зимой. Но и в другие времена года он тоже принимает гостей. А еще читает письма ребят и готовит к следующему году новогодние подарки. В каком городе находится родина Снегурочки? В Костроме? В Тюмени? В Красноярске? В Рыбнице? Кострома – это старинный русский город с многовековой историей. А еще родина главной зимней волшебницы – Снегурочки. Она живет в красивом бревенчатом тереме на живописном берегу реки Волги. Терем называют громким словом «резиденция». Здесь Снегурочка круглый год принимает и детей, и взрослых. А в дни новогодних праздников сопровождает Деда Мороза в его путешествии. В какой стране роль Деда Мороза выполняет женщина? В Швеции? В Испании? В Италии? В Зимбабве? В Италии к детям обязательно приходит старушка Бифана. В новогоднюю ночь она прилетает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки. А непослушным достается только зола. Бедняги! Как зовут белорусского Деда Мороза? Кузя, Гузя, Зюзя, Картофель, Картофелевич. Зовут белорусского дедушку Зюзя. Резиденция белорусского Деда Мороза расположена в Беловежской пуще. Одевается он, как и его российский собрат. Зимой в белую шубу и валенки, а вот летом Зюзя надевает рубаху, расшитую белорусским орнаментом, а на голову соломенную шляпу. Есть у Зюзи и волшебный посох, а как же без него? Почему 2023 год – год черного водяного кролика? Потому что черный цвет очень стильный, очень стройнит, не видим в темноте – один из цветов восточного календаря. Традиционный китайский Новый год празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля по григорианскому календарю. Каждый Новый год соответствует одному из 12 животных, имеющих один из пяти цветов и одну из пяти стихий. Что принято делать в Испании в новогоднюю ночь ровно в полночь? Мазать друг друга сажей, съедать 12 виноградин, бить посуду, съедать тазик оливье. В Испании в полночь принято поедать 12 виноградин по штучке на каждый бой курантов. При этом нужно загадать 12 сокровенных желаний. В какой стране в Новый год принято избавляться от старых вещей? В Италии? В Болгарии? В Испании? Ни в какой. Одна из итальянских новогодних традиций выбрасывать из окон на улице старые вещи. Одежду, мебель, битую посуду. Считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавился от большего количества хлама. Где отмечают Новый год позже всех? В Самоа, в Японии, на острове Фиджи, на Северном полюсе. В последнюю очередь Новый год приходит в государство Самоа. Здесь он наступает в 13.00, 1 января по Приднестровскому времени. Замечательный тест. Вот бы такой ЕГЭ. Хорошее желание. Но чтобы оно сбылось, тебе придется стать министром образования. И для этого придется учиться на пять. На пять? Завнутый круг. Но не будем расстраиваться, лучше я расскажу вам о новогодней гирлянде. Думаю, она имеется в каждом доме. Давай. Придумал ее американский телеграфист Ральф Моррис. Он развесил на елке нити маленьких сигнальных электрических лампочек, которые использовались в телефонных пультах. А было это в 1870 году. Да и посчитаю. Гирлянде 142 года. Старушка. А бенгальские огни? Очевидно, что не появились бенгали. Это Индия, кто не знает. Да. А случилось это, внимание, в пятом-шестом веке. Правда, огни зажигались только в храмах. А в 18 веке Петр Первый привез в Россию первые заморские бенгальские огни. И назвал их триумфальными. Получается, огни старше гирлянд на 14 веков. Эх, зажег бы и сейчас триумфальные свечи. Как раз в тему. Ты что, в студии нельзя. Техника безопасности. Знаю. Особенно в новогодние дни. И соблюдать технику безопасности нужно не только в студии. Ждем сюжет. Ловите рецепт простого, но очень вкусного десерта с райских островов. Баунти. Его, кстати, не нужно выпекать в духовке. Ну что, начнем? Для основы нам понадобится печенье, топленое молоко, какао-порошок, сахар и полстакана кипятка. Ну а для начинки мы возьмем сливочное масло, кокосовую строжку и сахарную пудру. КОНЕЦ 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 Наш десерт Баунти почти готов. Осталось украсить его миндальными лепестками, ну или растопленным шоколадом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получился настоящий шедевр. Осталось его попробовать. Приятного новогоднего чаепития. Райское наслаждение. Надо попробовать приготовить. Это что-то я давно своих домашних вкусникам не радовала. Лет 15. 16. Ну, надо же когда-то начинать. Тем более, самый дорогой подарок тот, который... Сделан... Своими... Руками? Рука... Верно. А ты? А я, ну, перед праздниками помогу прибраться и купить маме продуктов. Правильно. В праздничные дни хлопот хватает всем. А чтобы отдохнуть, можно поиграть в новогоднего крокодила. Суть в том, что каждый человек пишет на бумажке какое-то слово, связанное с Новым годом. Все бумажки складывают в коробочку, перемешивают, и каждый достает по одной бумажке. Далее нужно прочитать слово, которое написано, и без помощи слов, только жестами, показать это слово. Ваши друзья должны угадать. Придется покреативничать. Скучно. Нужно добавить систему призов и штрафов. Отгадал слово, держи мандарин. А если нет? А если нет? Перемыть всю посуду, пересчитать иголки на елке, и съесть тарелку холодца. Нет. Лучше сделать каждому гостю комплимент. С комплиментами в этом году было туго. Кстати, отлично выглядишь. Спасибо. Каждый из нас перед сном Тунет в мыслях о том, Что было бы, если Выбрал другой путь во всем, Либо не повстречал Того, с кем ты вместе, Даже если... Елизавета Вальдемаровна Иванцыв. Никогда не слышали? Это же елка. Не новогодняя, хотя новогоднее настроение Вполне может создать. Это елка, поющая, Всем известная певица. Прозвище приклеилось к Елизавете Еще в 11 лет. Уже никто точно не помнит почему, Но есть предположение, Что девушка любит ярко одеваться, Или у нее колючий характер. Вскоре к экспериментам с внешностью Прибавилось новое увлечение Музыка в стиле рэп и соул. Благодаря неординарной внешности девушки, На нее обратил внимание капитан команды КВН, Палата номер 6. И Елизавета, конечно, покорила публику. Кого харизмой, кого вокальными данными, А кого ярким имиджем. Получив аттестат, елка подала документы На факультет академического пения. Но проучившись всего 6 месяцев, Она покинула альма-матер. Не сошлась характером с одним из преподавателей. Чтобы обеспечить себя, Пришлось найти работу. Некоторое время будущая певица Трудилась в кафе на должности бариста. Треть посетителей приходила туда, Чтобы посмотреть на знаменитую участницу КВН. В качестве юмористки Елизавета строила карьеру На протяжении 7 лет. Она добилась значительных результатов, Но ее мечтой оставались вокальные выступления. В середине 90-х Елку взяли бэк-вокалисткой В группу B&B. В 2001 году музыкальный коллектив Отправился в Москву на фестиваль Рэп-мьюзик. Там Елизавету заметил Талантливый продюсер Влад Валов. Иван Циев подписала Выгодный для себя контракт И начала свой звездный путь. Может быть, ты загадал уже Прямо из сердца желание И мысли на тысячном этаже Но это же самое важное Найти в себе силы отважные Найти в себе жизнь И раздать на всех Расдать на всех Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет Все произойдет В это мгновенье волшебное Станет понятно тебе и мне Что время пришло, будет мир без слез А слезы пусть только от радости И все чудеса с утра в пути Доставка бесплатно Звонят звонки Звонят звонки Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет, все произойдет Что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет, все произойдет Что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Скажи мне, что бы ты хотел на Новый год? Все произойдет, все произойдет Что бы ты хотел на Новый год? Пожелать другим, и все придет Наша программа в 2023 году желает вам всего самого наилучшего Успехов, здоровья, новых друзей Новых знаний и впечатлений И новых встреч в телеэфире А с вами были ведущие Артем И Юля Смотрите нас в эфире и на Ютубе До скорых встреч! Пока! Еще увидимся! Сто процентов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова